Общая городская акция «Народноторизация» проводилась в Казани дважды. Задачей первого этапа акции «Народноторизация», проходившего в конце 2013 года, было выявление бесхозных объектов на территории города Казани и их вовлечение в хозяйственный оборот. За время проведения акции поступило 798 обращений граждан. Второй этап «Народноторизация» проводился весной 2014 года и был посвящен выявлению фактов несанкционированной мелкорощей торговли и незаконных автостоянок. За время проведения акции принято 1044 обращения граждан. Во время проведения второго этапа «Народноторизации» в адрес комитета поступали обращения граждан, в которых содержалась информация о функционировании незаконных игорных заведений в помещениях первых этажей, жилых домов и торговых павильонах. Случаи размещения подобных заведений в муниципальных помещениях являются единичными. По ним комитетам земельных отношений незамедлительно принимаются исчерпывающие меры. В управлении МВД в период с апреля по сентябрь 2014 года комитет направлен на материалы по 18 земельным участкам для проведения проверки объектов на предмет незаконной игорной деятельности. Акция будет проходить один месяц с 1 по 30 октября 2014 года. В течение этого времени мы будем принимать на наш круглосуточный колл-центр телефон 200-0404 через интернет-приемные мэрии Казани и комитет земельных и имущественных отношений сообщения от наших граждан о функционировании незаконных игорных салонов, букмекерских контор, тотализаторов, лотерей, покерных клубов. Самые активные участники акции, направившие в комитет наибольшее количество обращений, будут награждены грамотными и ценными призами. Награждение участников народной реализации стало доброй традицией. В прошлый раз мы вручали ЖК-телевизоры и бытовую технику. Видно, что такие акции, которые, ну как народная инвентаризация, которая была инициативой нового руководителя Радмир Фаридовича, работают, во-первых, во-вторых, дают свои конкретные результаты. Мы видим активность горожан, это еще одна из важнейших составляющих нашей совместной работы, когда интересы исполнительного комитета, интересы городской администрации, районных глав поддерживаются населением, их активность. Очень важно продолжать эту работу, важно находить возможность поощрения, Радмир Фаридович, то, что вы докладываете, то, что вы лично встречаетесь с самыми активными жителями. И считаю, что те данные, которые вы направляете в УВД, в прокуратуру, в Росреестр, нужно находить возможность публиковать на сайте, чтобы это постоянно вывешивалось, чтобы эта работа была публичной, открытой, и чтобы люди видели результаты этой работы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова